Донской столице начались торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы. Открыл очереду праздничных событий возложения гирлянды славы к стелле на театральной площади. Возглавил шествие губернатор Василий Голубев. Дань уважения подвигу воинам Великой Отечественной решили отдать и юные дончане. Ребята пришли с фотографиями героев своих семей. Гордость, доблесть. Все-таки они для нас светлое небо сделали. Глава региона тоже был со своим героем, дедушкой Максимом Савельевичем, который прошел всю войну. Помнить тех, кто подарил нашей стране мир, просто необходимо, рассказал юнормейцам Василий Голубев. Они были великими людьми, которые обеспечили нам победу почти 80 лет назад. А для всех фронтовиков, ветеранов труда и представителей городов и районов Дона состоялся большой концерт в Ростовском Музтеатре. Лучшие коллективы области исполнили для дончан песни военных лет. А губернатор поздравил всех жителей с наступающим праздником. Я, конечно, пользуюсь возможностью. Говорю великое спасибо всем нашим ветеранам, живущим, тех, которых нет, за то, что они сделали для своего отечества, для всех нас. А всех жителей Ростовской области поздравляю с этим замечательным праздником Великой Победы. В конце мероприятия Василий Голубев вручил медали за доблестный труд донским труженикам тыла. На площади 50-летия Победы поселка Каменоломни Октябрьского района прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к вечному огню, мемориалам Аллея Героев и Аллея Памяти, к часовне памяти погибшим воинам в Афганистане, Чечне и в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В знак почтения всех погибших и отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Торжество, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Солдаты Победы», продолжилось в районном Дворце культуры. На сегодняшний день в Октябрьском районе проживает один участник Великой Отечественной войны – Анна Николаевна Крюкова, которая стоит на пороге своего столетнего юбилея. Только из Октябрьского района ушло на фронт 8106 жителей нашего района. Домой не вернулись более 3000 человек. Сегодня наши земляки участвуют в специальной военной операции, выполняют свой воинский долг, следуя лучшим традициям отцов, дедов и прадедов. В ходе специальной военной операции наши современники проявляют те же качества героизма, как и Великую Отечественную войну. В концертной программе принял участие ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. В этот же день в фойе районного Дворца культуры поселка Каменоломни состоялась выставка статического оружия, военных экспонатов из фондов Краеведческого музея, музеем образовательных учреждений Октябрьского района. Ольга Полумиенко, Валерий Цыганков, телекомпания «Видеотон ТВ», Октябрьский район. Около 60 тысяч мирных жителей поляков стали жертвами Волынской резни. Трагическое событие развернулось в западных областях Украины в 1943 году на фоне поражений немецко-фашистских войск. Об исторической правде Волынской резни, современных проекциях трагедии в общественно-политическом процессе в России, Польше и Украине говорили на круглом столе в Южном федеральном университете. Украинские националисты окружали польские села и колонии, затем приступали к убийствам женщин, стариков, детей, грудных младенцев. Нацизм, национализм, который вырождается в ужасные вещи, в убийства, в уничтожение личности, унижение наций, национальности, то есть деление по национальному признаку. Это самое страшное, что может быть. Участниками круглого стола стали российские ученые-историки, политологи и регионоведы, лидеры общественных организаций, поляков Дона и Кубани, руководители национально-культурных и религиозных объединений. Для университета ценно, что мы являемся площадкой не только научных дискуссий, но и такого общественного диалога между представителями всех народов, проживающих на Дону. И боль исторических событий зачастую является таким поводом, напоминанием нам о ценности межнационального мира. В этом году 80-летие геноцида поляков в годы Великой Отечественной войны.